Множество святых это множество помощников на пути к Богу. Русская православная церковь живет памятью праведников, людей образцов веры. В честь одного из них, святого исповедника Иоанна Русского, построен нижний предел храма святого мученика Уара в поселке Вешки. Иоанн Русский родился в 17 веке в Малороссии, рос юноша в благочестии и любви к Богу, служил солдатом в армии Петра I, а когда попал в плен во время русско-турецкой войны, не отрекся от православной веры. Смелые слова исповедника, его бесстрашие и праведная жизнь смирили жестокое сердце господина, который взял Иоанна в рабство, а позже и перестал мучить святого и требовать его отречения от христианства. Освящение нижнего храма в честь Иоанна Русского и Первую Божественную Литургию по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия совершил епископ Луховицкий Петр. Когда люди посвящают храм в честь того или иного святого, они тем самым выражают любовь свою сердечную к этому святому, которого почитают, которому молятся. Ведь между нами, святыми, существует связь, духовная связь, благодаря чему мы получаем от них их помощь. Утешение в скорби, помощь и радость по своим молитвам прихожане храма мученика Уара получают уже больше 15 лет. В 2003 году на средства благотворителей Акхузиных было начато строительство храма в поселке Вешки. Семейное горе потери близкого человека оставило в сердцах родных незаживающую рану. И только богоугодное дело помогло унять непроходящую душевную боль. Для нас это значит многое. И я считаю, что это действительно хорошее дело, которое мы делаем. Потому что, как сегодня сказал владыка Петр, община – это очень большая вещь. И это действительно помогает людям увидеть веру, увидеть христианство немного по-новому. Объединяют приходскую общину, молитва, дела милосердия, а с недавнего времени и забота о природе на неведомых мытищинских дорожках. Именно так называется первый в истории русской православной церкви «Экопарк» при Уаровском храме. Природа тоже нам говорит о творце. И, как мне кажется, там, я даже в этом уверен, там, где крест, там, где храм, там, где молитва, там не будет никогда места запущенности тому безответственному отношению, которое человек часто проявляет к природе. Площадь 7 гектаров, которая передана церкви лесным комитетом в безвозмездное пользование, представляет собой не просто участок леса, а экотропу, на которой расположены тематические станции. Здесь воспитанники воскресной школы, и не только они, изучают природу, а также жизненные законы, осмысливая их через евангельские слова. Владыка Петр впервые побывал в «Экопарке», а затем осветил поклонный крест. Это прекрасный пример того, как церковь и верующие люди относятся к природе с любовью, очень добрым желанием сохранять то, что Господь нам даровал в этой жизни. Исследовать экосистемы и заниматься проектной деятельностью в «Экопарке» теперь смогут ученики сразу нескольких мытищинских школ с профильным изучением экологии. Ребята будут проходить и изучать, какие растения растут. Есть краснокнижные, нет. Какие цветы, какие деревья, какие животные, птицы водятся. И все это, соответственно, будет делаться специальная экотропа, где будут ставиться таблички. Это самое интересное. То есть дети изучают мир, в котором они живут. Тем более на территории района, где они родились и проживают. Пока «Экопарк» находится в стадии разработки и формирования. Но уже сейчас он объединяет любителей природы, духовного общения, тех, кто заботится не только об экологии, но и нравственном воспитании поколения. В будущем, по словам настоятеля храма и ответственного за экологическую работу в Московской епархии Олега Момрикова, просветительских программ в лесном церковном парке станет еще больше. В будущем мы здесь видим жизнь. Жизнь во всех ее отношениях, во всех аспектах. И духовную жизнь, и жизнь насыщенную, познавательную, и жизнь, посвященную здоровью. И, конечно, общение людей. Общение людей и с природой, и между собой. Дарья Ильинская, Денис Корнев. Информационная программа «День».